всем привет друзья с вами мистер фокс и мы с вами давно не виделись сегодня будет достаточно интересное видео у нас сегодня будет ювелирное дело да вот такой вот момент интересный который вы обо мне не знали фокс еще и ювелир ну как ювелир решил вспомнить былое когда-то давно в молодости рядом со мной по соседству жил ювелир шикарный дядька и я ходил к нему учеником что-то узнал там что-то пробовал делать тогда но потом много лет ничего такого не делал а сейчас решил вспомнить было и собственно и показать вам вот сегодня будем делать браслетик серебряное плетение византийское или лисий хвост называется покажу все этапы надеюсь вам зайдет кому-то будет интересно кто-то познакомиться с профессией ювелира имеется ввиду насколько это скрупулезный сложный труд я сам ученик я никакой не профи вот но постараюсь сделать хорошо сейчас благо есть youtube на котором очень много видео мастера делятся своими секретами показывать какие-то уроки и так далее если ты немножечко в теме понимаешь технически грамотен то в принципе можно попробовать тем более я когда-то учился у настоящего ювелира художника этого дела и вот попробую сделать может быть если вам будет интересно даже такой проект какой-нибудь будет несколько серий и посмотрите как оно и что вот такая история покажу расскажу и прямо сейчас и приступим поехали жду ваши пальцы вверх и обязательно жду ваши комментарии давайте пообщаемся давно мы с вами не слышались ну все начинаем делать будем из серебряной проволоки вот такая у нас проволочка диаметром 0 8 миллиметра серебряная 925 пробы для начала нам нужно вот эту проволоку намотать в колечки для этого мы будем использовать ригель вот такой ригель но это обычный стальной пруд вязальная спица что угодно еще диаметром в данном случае это 3 миллиметра его диаметр с учетом диаметра проволоки 0 8 его можно использовать и чуть поменьше где-нибудь там 2 и 8 у меня 33 миллиметр нам подойдет дальше нам понадобится простая дрель или шуруповерт зажимаем ригель в дрель оператор прошу вас прошу вас оператор сюда фокус до зажимаем ригель в дрель без фанатизма просто зажимаем дальше мы берем нашу проволоку нашу проволоку я вам все покажу все процессы плетения браслета с нуля самого начала отматываем примерно отрезок которым будем накручивать на колечки это будет примерно вот такой покажи издалека так вот операционно вот видно в данном случае такой теперь берем кончик нашей проволоки берем плоскогубчики чуть-чуть его зажимаем в уголочек под 90 градусов вот делаем такую вот букву г да вот видно и мы ее вставим с вами 10 фокус можно поближе на дрель чтобы было видно да мы и вставляем просто вот сюда в патрон для того чтобы она затянулась а дальше медленно ну да адрель то мы включить забыли адрель то мы включить забыли а дальше медленно будем вот так смотрите главное поймать первое колечко чтобы процесс пошел вот и вот так мы медленно и плотно можно еще ближе показать ближе показать вот да чуть подальше чтобы фокус был вот мы начинаем наматывать все держи ровно мы начинаем наматывать пружинку из серебряных колец все намотали такую пружинку нам этого пока будет достаточно аккуратно откусываем достаем снимаем ее с ригеля у нас получается такая пружинка но в середине от небольшой у нас пробел получился это не страшно вот из этой пружинки мы теперь будем накусывать колечки и сейчас покажу как мы будем это делать так теперь мы готовим наш рабочий стол это огнеупорный кирпич на котором мы будем паять и самое главное газовую горелку который мы будем совершать пайку и газовый баллон для ее заправки все настраиваем свет и мы практически готовы начинать делать волшебство ну что а теперь друзья мы с вами будем плести вот такой вот браслет лисий хвост видите уже определенную часть я сплел как вы видите из колечек они все уже пропаяны сейчас я покажу как это сложное плетение делается насколько это скрупулезная работа потому что каждый стык вот каждого из этих колечек нужно абсолютно каждый пропаять и это очень тонкая работа пайка это вообще сложно ювелирная пайка начинаем мы берем нашу пружинку которую мы скрутили и сейчас наша задача накусать этих самых колечек ну это работой и эта работа у нас очень тонкая надеюсь что камера покажет но это не макросъемка конечно но тем не менее мы берем нашу пружинку видим вот стык где мы откусили аккуратно ставим бокорезы захватываем только одно колечко и откусываем делаем кусь в итоге у нас получается вот такое кольцо буду складывать их вот сюда на кирпичик раз делаем кусь два делаем кусь три и вот так аккуратно каждое колечко сидим и с вами откусываем чуть-чуть ошибся чуть-чуть захватил следующий нет не страшно мы его там же откусим вот откусили несколько колечек вот они у нас лежат можно посмотреть вот именно из них мы собираем вот этот браслетик и собственно как мы будем это делать какой этап у нас с вами следующий смотрим где мы остановились вот здесь видно что остановились мы на двух выходящих кольцах и теперь наша задача продеть в него одно на него одеть два запаянных и продолжить в общем в чем смысл сейчас мы познакомимся с пайкой как паять кольца это очень интересный процесс опять же я это делаю не быстро скрупулезно кто-то делает быстро берем кольцо берем его в плоскогубчики и как вы можете заметить вы видите стык кольца который мы раскусили его нужно свести ближе ракурс еще прям в упор вообще вот вот так и мы так аккуратно серебро в данном случае диаметром 08 металл мягкий поэтому я даже пальцем вот ногти его аккуратно подвожу в идеальный стык сейчас попробуем еще раз это действительно был идеальный стык подвели аккуратно провернули аккуратно поджали насколько это возможно без всякого фанатизма чуть-чуть все эти колечко у нас стыканулась и мы теперь должны этот стык будем запаять нам нужно сейчас два колечка запаять для нашего плетения чтобы цепь была прочная и надежная точно также мы делаем второе колечко подводим стык опять же сводим все свели положили казалось бы можно паять но нет теперь мы берем волшебную скрепку форма специальная запатентованная надеваем на нее раз колечко два колечка можно пользоваться кисточкой но в данном случае мы делаем так веди камеру за этой штукой и мы опускаем это во флюс зафлюсовать флюс делается из буры которая продается но в любви ювелирных магазинах либо хозяйственных бура разводится в воде но можно две столовые ложки буры одну столовую ложку борной кислоты флюс который предохраняет серебро от расплавления он создает такую защитную пленку вот мы зафлюсовали кольца это обязательное условие без флюса паять нельзя теперь мы кладем волшебную скрепку я вот вы уже понимаете да что такое ювелирная работа разворачиваю к себе колечко стыком здесь очень близко наплыв сделать чтобы было очень видно вот так вот посмотрите разворачиваю к себе колечко стыком одно второе вот тоже я стык вижу в принципе ой я стык вижу вот он да раз стык два стык наша задача их запаять для этого нам нужен припой теперь отъезд припой такой серебряная проволока очень тонкая все чисто серебро опять же с добавлением там как правило латуни тоже я заказал сам я их не делаю и мы накусываем его вот такими маленькими кусочками с проволоки я не паяю потому что у меня не очень хорошо получается а вот кусочки получается хорошо мы сразу себе несколько накусаем чтобы они улетали вот на такую мягкую тряпочку накусываются кусочки дальше мы берем и складываем вот сюда в общем припойный кусь мы сделали и у нас вот здесь наплыв вот лежат накусанные кусочки серебряного припоя дальше берем такую палочку титановая палочка специальная все во флюсе и мы будем подавать припой на стыке колец как происходит пайка мы это же макаем во флюс макаем палочку во флюс и дальше поскольку она мокрая она приклеивает к себе кусочек припоя поднимай камеру чуть-чуть так мы вот это кольцо будем первым паять у нас горелка дает такое иголочку пламени 1300 градусов на конце очень высокая сначала мы чуть подплавим припой в шарик превратится вот раз он в шарик превратился наплыв сделаем прям близко 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 но видно шарик вот на конце иголочки видно шарик теперь мы равномерно греем кольцо и так теперь я грею кольцо потом подношу припой очень быстро он должен затечь он затекает туда где максимально нагрет он идет за температурой это очень тонкий момент пробуем грею кольцо начинаю греть стык подношу припой все и припой затек идеально затек посмотрите идеально запаянное колечко то есть капелька припоя затекла в нагретую часть и превратилась собственно целое кольцо теперь у нас нет стыка это кольцо теперь не разорвать она идеально отлично пропаяна это серебряное колечко вот таким образом мы паяем каждое абсолютно каждое кольцо браслете на сложность в том что здесь мы паяем вот эти кольца на кирпичики а потом мы будем паять уже в сборке почему собственно какие-то появятся на кирпичики там схема сборки такая что мы сейчас можем запаять 2 на кирпиче потом продеть одно разомкнутый браслет на него одеть эти два потом замкнуть разомкнутая но вот его уже паять придется на браслете как и последующий а потом опять наступает фаза следующая как говорится по очереди когда два на кирпичи опять одели и так далее и так далее думаю понятно так сейчас нужно запаять следующий опять же макаем кисточку берем крупиночку припоя я сейчас возьму ну ладно возьмем эту делаем из нее шарик шарик образовался думаю это видно начинаем греть кольцо греем кольцо греем стык греем стык кладем на стык шарик здесь у нас немножко трубочка палочка отбирает температуру шарик лег но не расплавил сейчас мы водоплавим вот он лежит прямо идеально на стыке затек и кончился газ почему температура упала кончается газ до кончается газ и не получилось его раз чтобы он затек идеально на стык сейчас заправим зажигалку будем делать красиво и правильно попробуем исправить видите у нас идет наплыв припоя на одну часть мы сейчас ее разогреем колечко и он должен уйти за температурой направо пробуем да вот он затекает туда куда нам нужно мы исправили это дело получилось по красоте всего вот у нас есть два заплавленных колечко это прекрасно так теперь фаза следующее ставим горелку берем наш браслет берем кольцо сейчас руки можно крупно показывать да берем кольцо и размыкаем его вот так наша задача просунуть его вот в эти два уже спаянные кольца на браслете вот мы просунули вы видите это да сейчас фокус поймается вот теперь на них мы одеваем вот эти два запаянных кольца 1 и 2 дальше мы берем в идеале конечно брать вторые плоскогубчики да то есть вот мы берем плоскогубчики и сводим стык опять же близко покажи очень близко стоп вот и сводим стык раз идеально сводим стык стык свели опять же поджали потому что нужно чтобы он был довольно таки плотным насколько это возможно это вот такая работа да она требует усидчивости самое главное усидчивости потому что вот стык поджимаем есть стык готов вот он опять же если близко показывать даст и к уже более-менее вот ну смотрите что получается у нас висит продолжение два колечка на одном но нам сюда нужно вставить второе поэтому мы берем еще одно кольцо кто-то собирает это быстро быстрее хотя это сложное плетение считается я не спешу не тороплюсь вот я только вспоминаю как говорится навыки учусь поэтому моя задача чтобы все было хорошо и правильно продеваем сначала в эти два которые мы уже одели вот так а потом поддеваем в те два которые перед тем колечком вот у нас что с вами получается видите опять же берем ну возможно так то вы не запомните но вам может и не надо это же не обучающий ролик это просто рассказ чтобы вы понимали сложность процесса вот мы сделали опять же свели в стык мы поджали стык и теперь смотрите что у нас получается вот два колечка висят на двух колечках но у нас вот эти два центральные кольца вот эти два центральные кольца они не пропаяны то есть если потянуть они раз ну разомкнуться эти пропаяны эти идеально видите вот а эти нет теперь сложный момент мы будем паять вот эти кольца для этого опять же макаем цепь во флюс макаем во флюс и зафлюсовываем эти кольца чтобы предохранить их от температуры потому что флюс создает такую защитную пленку как я уже говорил выкладываем на кирпичики нашу цепь и сейчас наступает самая сложная фаза вот лучше показывать вот отсюда нет сверху руки подними просто вот так сверху да но отсюда на есть сверху вот самая сложная фаза мне нужно вот эти два кольца поставить стыками вверх и так чтобы я не заплавил другие кольца которые уже заплавлены ведь температура это же все может поплыть но вы же понимаете да вот так мы иголочкой ставим стыками вверх вот разводим вот у нас первая площадка для пайки вот она видите очень близко сейчас нужно сделать давай держи тихо видно вот она первая площадка для пайки вот мы будем первый стык мы будем сейчас с ним работать это очень сложная пайка здесь больше всего брака брак это нормально потому что где-то припой уйдет заплавит другие кольца приходится выкусывать приходится делать заново вот это самая ну такая ювелирная работа мы берем опять же припой плавим его в шарик упал ничего страшного шарик получился видно шарик да да тогда ближе на стык максимально близко максимально близко видно да отлично сейчас греем стык и будем прислонять шарик чтобы он в него затек вот как раз тот случай когда он потек но в сторону опять же стык не спаялся давай поближе поближе сюда пускай на кольцо ну что паяем стык греем стык отлично теперь затек хорошо вот теперь затек хорошо вот теперь как надо мы запаяли это кольцо вот самое сложное я говорю это сделать вот эту запайку кольца на собранном браслете чтобы не перегреть соседние кольца чтобы они не спаялись между собой чтобы все было аккуратно идеально то что он сейчас такой грязный весь такой в окислых мне это нормально он потом будет отбеливаться это все уйдет это пока черновая работа пускай все поехали и шарик есть греем место стыка даем туда шарик все отлично исправили и второе колечко сейчас вот прекрасно просто прекрасно два кольца спаяна теперь у нас вот эти два кольца запаяны с вами и это получилось мощная цепь теперь ну в принципе пружинки которые я показал их раскусывают сразу и много да то есть вот подальше ракурс то есть это вот нужно на сидеть накусать вот это все чтобы у вас было много колец про запас потому что вам с ними работать что называется вот мы делаем следующим образом сидим накусываем эту пружинку делаем ее аккуратненько вот делаем кущ получаем колечки чтобы просто все время на это время не тратить можно и всю раскусить она все равно понадобится значит теперь смотрите что у нас получилось подстыл подстыл у нас получается вот такая вот история то есть до этого ведь красивые звенья это вот как раз то самое плетение лисий хвост а здесь пока висит вот такие вот шесть звеньев сейчас мы будем уже делать сложные вещи мы берем два кольца мы берем два кольца разводим их готовим их процессу раз два вот у нас два разведенных кольца теперь самое сложное в лисим хвосте для понимания ну то есть вы сейчас не запомните до игры вам и не надо мы берем вот эти два колечка разводим их вот так потом разводим вот эти два вот так аккуратно нежно и трогательно и вот у нас там торчат те два разведенных а теперь мы берем с вами плоскогубчиками аккуратненько наше подготовленное кольцо и задача просунуть его здесь нужно очень близко показывать еще ближе наверное просунуть его поддеть вот те два кольца вот видите как высунуть вот так вот высунуть и вот так вот свести это обязательное условие вот опять же мы сводим да чтобы у нас все было аккуратно и делаем стык без фанатизма серебро мягкое вот стык все в принципе у нас готов но там есть некий зазор он уйдет за счет припоя моего припоем заплавим теперь как вы понимаете мы туда же вставляем второе кольцо мы вставляем второе кольцо также берем его нужно подготовленной также его нужно поддеть продеть попасть вот попали поддели все хорошо сводим разводим и кручу запутать хочу сделали и опять же не забыть поджать потому что сейчас мы будем это дело как вы уже поняли паять а как по-другому а по-другому никак все к пайке подготовлено и вот смотри что у нас получилось и вот у нас таким образом получается вот красиво опять же звено предыдущее видите тоже она уже приобрело форму такой большой буквы x вот и вот так мы движемся повторяя вот эти процессы чтобы сплести вот такую колбасу потом она будет черниться но вы увидите финальный результат представляете вот насколько скрупулезной работы пропаять каждое колечко это несколько часов работы но для меня да то есть я не профессионал и очень ответственная работа мыши это серебро есть брак и как бы серебро надо беречь но получается симпатичный браслет который пока весь в окислых весь пока не готов но потом приобретет форму и сейчас наша задача опять же запаять вот эти два сложных колечко работа требует усить чуть-чуть а как вы думали тарковский снайпер просто так появился или ювелир после снайпера появился кто знает что было сначала так флюсуем обязательно без флюса серебряное кольцо при нагревании горелок в 1300 градусов температура плавления серебра 790 она просто сразу потечет она просто это брак сразу будет флюсуем опять же теперь раскладываем стыки так чтобы они нам показались или читай открой личика вот два стыка разводим их вот вот первый который мы будем паять работать будем вот с этим стыком покажи близко близко прям покажи но надеюсь что видно да вот тихо вот видно конечно видно вот стыке вот вот первый стык с которым мы будем работать вот он вот он вот он вот это самая ювелирная работа положить до припой настолько идеально чтобы все было хорошо потому что припой течет туда куда вы горелкой погрели у него такая вот фантастическом как найти терминатор в терминаторе 2 вот такой тут он жидкий и он течет туда где максимально нагретый металл он к нему прям прилипает если вы не прогрели не то место он потечет не в то место важно понимать эту фишку и собственно греть правильные места так накусали на припоя сделали припойный куч как я его называю у нас там был уже один куст припойный нормально это хорошо припоя много не бывает теперь значит опять же макаем нашу палочку титанового флюс берем на нее частичку припоя делаем сначала шарик так вот как-то удобнее это каждый ювелир делать посмотрим кто-то с проволоки паяет но это уже те кто супер-пупер мастера вот и сейчас задача давай делаем близкий наплыв очень близкий сейчас греть этот стык и правильно идеально прикоснуться к нему в нужный момент и положить туда этот шарик поехали все припой затек стык хорошо попали он протек сначала на одну сторону кольца а потом на другую стык запаян что может быть лучше запаянного стыка только два запаянных стыка сейчас мы будем паять второй стык с вами вот он можно еще ближе показать чтобы это было прям очень понятно вот второй стык видно на под палочкой вот он вот он вот он вот он вот он берем частичку припоя опять же также близко не убирай делаем шарик видите шарик какой красивый образовался нам надо ткнуть вот сюда можно это одновременно делать это ловкость рук то есть одновременно греете стык делаете шарик и туда это все положили вот это самая сложная работа самая сложная потому что пайка должна быть идеальной вот я сам ей учусь и мне нужно набивать руку потому что я очень много лет к этому не имел отношения поэтому все вам показываю как она есть греем стык все вот он брак видите все кольцо поплыло прям на глазах на ваше кольцо сплавилась и ушло тут не помог уже не припойно прям перегрел перегрел это нормально ну сейчас будем вынимать делать новое снова делаем шарик снова делаем шарик снова новое кольцо вставили зафлюсовали и попытка номер попытка номер два все сделать правильно давай максимально близко вытекай затек видите как идеально он затек туда куда я грел он лежал потом и затекает это самый приятный момент когда спайк получается когда все хорошо хорошо и здорово бура тут окисляется белый налет это бура которая вот флюс который собственно окисляется и предохраняет все это дело вот у нас мы с вами допаяли еще одно звено у нас браслетик стал длиннее вот такая вот получается интересная история друзья мои ну что другие вот показал вам немножечко процесса работы по изготовлению серебряного браслета и если вам это интересно если вас заинтересовал процесс если вам интересно что получится финале насколько симпатичным он будет сейчас он весь в окислых серебро все покрыто бурой и так далее и так далее вот если хотите все это увидеть а может быть кто-то захочет заказать себе браслет но для этого надо конечно увидеть его в конце то обязательно ставьте ваши пальцы вверх пишите комментарии пообщаемся давно не общались вот вы теперь узнали что фокс еще и ювелир надеюсь что кому-то такие видео будет интересны потому что процесс действительно захватывающий интересный сложный требует усидчивости требует терпения но вместе с тем когда все получается то и полчаса опять же удовольствие так что пальцы вверх жду ваших комментариев и увидимся другим